Специальным оборудованием ректор Агау Владимир Каракулев измеряет плотность и увлажненность почвы на поле одного из фермерских хозяйств. В этом году здесь пары, то есть площадь оставили незасеянной. Этот простой и проверенный веками земледелия способ сохранить влагу и повысить плодородие почвы сбоев не дает. Наука предлагает еще множество таких недорогих и несложных рецептов борьбы с засухой в зоне рискованного земледелия. Но прислушиваются не все. В этом году от суховеев погибли посевы уже более чем на 400 тысячах гектаров. А зимы не очень будут. Они пострадали сильно. Не было дождей. Там качества тоже не будет. Пятый класс все будет практически. Это фураж, можно сказать. Но на гречку я возлагаю большие надежды. Несмотря на неудачный год, кафе Хафия в убытке не останется. Хозяйство не закредитовано. Руководители вкладывают только те средства, которыми располагают. И это редкость. В большинстве своем суммы фермерских кредитов исчисляются сотнями тысяч рублей. Уборочная кампания началась на сегодняшний день в 21 районе области. И результаты не впечатляют. В среднем 8 центнеров с гектара. В прошлом году передовики собирали до 38. Средняя цифра – 10. Сегодня задача, об этом будем говорить сегодня на семинаре, цены удержать интенсионную, чтобы не было занижения цены. И если этого мы добьемся, то на самом деле, я думаю, что экономика агропромышленного комплекса осенью будет совершенно другая. Мы не будем говорить о той большой закредитованности. Мы не будем говорить, что нам сегодня дают кредит, потому что большая закредитованность. Михаил Маслов уверен, что уборочная кампания пройдет в срок и не хуже, чем в прошлом году. После объезда полей делегация отправилась в Дом культуры села Плешаново, где вопросы аграриям уже задавал губернатор. В первую очередь Юрия Берга заинтересовала, почему фермеры не страхуют посевы, почему не вкладывают средства в покупку новой техники, которая поспособствовала бы получению хороших результатов. И что планируют делать в хозяйствах, если субсидия по засухе выплачивать перестанут. Ну надо что-то делать, ну хватит уже, мы уже плохо ухаживаем за землей, согласны? Земля забыла даже слово, что такое удобрение. И каждый год ждем небывалых урожаев. Ну посмотрите, какой у нас клин, какая зона рискованного земледелия. Да не будет, никогда. Если мы не будем, матушку с земли хорошее. Обсуждали на семинаре другие важные вопросы сельского хозяйства, заработную плату, нехватку квалифицированных кадров. И, наконец, инфраструктуру села в целом, которая, по словам губернатора, обречена на гибели, если о ней не позаботятся муниципальной власти. Социальное развитие села Юрий Берг назвал первостепенной задачей. Анна Солодкина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.